Хочу представить следующего спикера, Юрий Михайлович, тогда я вам буду давать слово, и как раз, знаете, основатель IT-компании, iSpring и института. Хочу задать такой вопрос, да, прежде чем вы начали с выступления, с докладом, вот вы слушаете, да, все идут по своему направлению, вы и IT-компанию, и образовательные институты у вас есть, да, потому что специалисты нужны в компетенции, потому что, видите, сколько запросов, да, каждый занимается разработкой своих планов. А вот сейчас предыдущий спикер сказал, что требуется, требуется еще дополнять все эти разработки, платформы, такими стандартными решениями, когда нужно коммуницировать, да, допрощать, коммуницировать не только закрытые площадки, да, то есть, ну, ограниченные, скажем, территории земельного участка, где она располагается, а еще заплаты деланы. То есть вообще это возможно, такие платформы делать, которые позволяют, скажем так, присоединять разносторонние, ну, даже международные какие-то проекты, да, которые могли бы пользоваться, и СРМ-системы не только автоматизировать процесс внутри, а еще как бы иметь сообщество, скажем так. Ну, все к этому идет. Это не то, что возможно это происходит. Вопрос, разные индустрии по-разному это втягиваются, поэтому вот такие вопросы есть, но это, в принципе, то, в чем мы живем сейчас. Итак, я хотел бы поговорить о цифровых компетенциях и технологическом суверенитете нашей страны. Дело в том, что, конечно, технологический суверенитет не из одних цифровых компетенций состоит, но цифровая компетенция – это наиболее чувствительная часть, сейчас обсуждаем в вопросе. Я специалист из IT-индустрии, не все вещи, может, понимают, но я расскажу о том, как это выглядит в части IT. Кратко. Компания наша существует 23 года, создают IT-продукты для глобального рынка. В России с 12-го года мы работаем, и достаточно большая по российским меркам компания уже. Находимся мы в Нишкар-Але, это не очень большой город, и там нет рынка труда, там нет рынка труда специалистов, IT-специалистов мирового уровня. Мы работаем на мировом уровне, с этим продукты мирового уровня, поэтому нам пришлось создавать образовательную инфраструктуру. Началось все с сотрудничества с нашим политехом, который я имел честь закончить. Ну и дальше я создал детскую компьютерную школу, потом систему переподготовки готовых людей, там экономистов, юристов, строителей, из них делали программистов, до сих пор делаем, хорошо получается. Запустил частные идеи и цепь, прям обычная, школа, но с IT-подготовкой и глобальной. И в 21-м году запустил институт Айскринка, это тоже обычный вуз с аккредитацией, всеми атрибутами, который, я думаю, что это прям самое новое, что в России есть, в части подготовки IT-специалистов, как технологического плана, так и коммерческого. Кратко. Смотрите, если говорить о технологическом суверенитете, то обычно речь идет об обладании компетенциями, ключевыми компетенциями, которые необходимы для того, чтобы этот суверенитет состоялся, и надо понимать, что у нас некоторые компетенции выпадают. За последние 30 лет часть компетенции выпала, вроде бы как озабоченные их восполнениями. Но это такая защитная позиция, на самом деле нам нужно лидерство в ключевых технологиях, потому что если мы просто восполняем компетенции, у нас в советское время решили планировать западную архитектуру. Это у нас поставило в позицию последовательную. Лидерство в компетенциях было упущено, и там много с этим проблем связано. Но еще нужна стратегия воспроизводства компетенции, которую это лидерство обеспечивает. Я пока не видел каких-то вынятных мнений, федерально озвученных по этим вопросам. Вот я свои гипотезы вам сейчас выдам. Итак, из чего состоят компетенции? Обычно думают, что компетенции – это знания, умения и навыки какие-то, которые позволяют нам какую-то технологию воспроизводить. Это не совсем так, потому что кроме знаний, умений и навыков, компетенции – это люди, количество, которые ими обладают. Это некая популяция. Есть такой биологический закон, иногда если популяция сокращается на 3, она начинает выбирать. Это мы с вами тоже наблюдали. Дальше. Нужны некоторые условия воспроизводства. Для бизнеса воспроизводство компетенции может заключаться в найме просто, но для страны это, конечно, образование. Система образования обеспечивает воспроизводство компетенции, и если у нас в образовании случаются проблемы, то есть с воспроизводством проблемы и с лидерством там, в общем. Далее. Способность концентрировать компетенции на ключевых направлениях развития. Например, в советское время есть успешные примеры. Сконцентрировали, как эту космос запустили. Ну и так далее. Где нужна была способность сконцентрировать компетенции и добиться тех результатов, которые нужны были быстро. Ну и должна быть стратегия. Стратегия – это способ сделать наличие компетенции конкурентным преимуществом. Не всегда наличие компетенции приводит к каким-то конкурентным, как бы, значит, историям, когда мы кого-то победили. Очень хороший пример Японии. Они в стратегическом плане хорошо поработали в 20-м веке и конкурентные преимущества реализовали. Итак, ну, если мы говорим о компетенции, мы можем говорить о программе «Минимум» и программе «Максимум». Вот, как бы, программа «Минимум» – это у нас случилось, импортозамещение, у нас продолжает все работать, у нас обранспособность и компетенции не выпадают. Как бы, вот, это то, что обычно хотят. Программа «Максимум». Программа «Максимум» – это агрессивная программа, когда мы создаем глобальные продукты и платформы и делаем их лидерами на первом рынке. Мы владеем стандартами. Наши компании предлагают стандарты технологические, они становятся стандартными. И самое главное – быть центром притяжения, притяжения технологий, талантов, капитала и всего. Ну, и как бы, мы должны понимать, вот, нам какая стратегия воспроизводства компетенции нужна, мы можем идти по программе «Минимум», вот, и можем идти по программе «Максимум». Есть такая поговорка, в России верблюда барана дадут, может быть, все же я бы в сторону «Максимум» как бы направил наше внимание. Вот. Итак, что у нас в России с цифровыми компетенциями сейчас? Вот, если мы посмотрим в первом приближении, у нас все прекрасно, у нас все волшебно. Вот, смотрите, это мировые олимпиады среди студентов по программированию, и сплошные русские фамилии, и русский флаг греет нашу душу, греет нашу душу очень сильно. Да? Мы молодцы, мы всех победили, и вообще дартаняна. Вопрос, как бы, обычно звучит так. Если мы такие умные, почему мы не такие богатые? Вот. Если посмотреть совокупный оборот российской IT-отрасли, в 20-м году это был 31 миллиард долларов. А вот, смотрите, обороты ведущих американских компаний, не американская IT-индустрия, ведущих американских компаний. Вот, мы зарабатываем меньше, чем компания, которая в этом рейтинге летит на позиции номер 35. Представляете, да? Мы все вместе, мы такие умные и всех победившие. Вот, зарабатываем пока, ну, поменьше, чем мировые интегиганты. И это, как бы, нам повод подумать вот на чем. Смотри, есть такой феномен, как инженерная культура. Если мы посмотрим на два этих автомобиля, они функциональны, архитектурно одинаковы. Те же самые технические решения, та же самая технология производства, все то же самое. Разница в деталях. В деталях разница. И эта разница в деталях совершенно разные качества продукта создает. Я думаю, что вот эти, как бы, автомобили все время могли продаваться на одной и той же улицах. Автосалоны могли могли быть зарядом. Но я думаю, что вот немецкий автомобиль стоил раза в три дороже, и до столько же раз было количество желающих его купить. Я скажу так, вы думаете, что те, кто производили вас, они были что, сглубее, что ли? Вот если мы сейчас устроили по Олимпиаду, по Сапрамату, например, или по теоретической механике, или по материалам каким-нибудь, я думаю, что Автобаз выиграл бы Volkswagen. Вот у нас умных людей, которые способны выигрывать Олимпиады, у которых есть знания, умения, навыки, умение мешать задачки, больше объективно. Но продукт у них, и деньги у них, добавленная стоимость у них. Почему они живут лучше? А потому что. Потому что инженерная культура у них другая. Этой инженерной культуры в системе воспроизводства компетенций практически нет, если брать систему образования. А это важнейшая история, чтобы быть нам конкурентоспособным. Итак, у нас в российской IT-индустрии сейчас одновременно реализуются три, даже четыре сценария. Первый сценарий – это глобально ориентированный сервисный бизнес по индийскому образцу. То есть сидят программисты, иногда в количествах тысячи человек, и программируют на западной компании. Мы это делаем лучше, чем индийцы. Уже при том наборе компетенций и при той системе подготовки, которая есть, этот сценарий достаточно частотный. Значительная часть IT-компаний российских этим занимается. Второе – это импортозамещение и создание федеральных цифровых платформ. Вот здесь уже не все так хорошо, потому что здесь требуется как раз инженерная культура и продуктовые компетенции, а их мало, вузыка не воспроизводится, поэтому здесь мы буксуем. Далее, есть сценарий создания глобально ориентированного продуктового бизнеса. Это вот компания истеритная компания этим занимается. Здесь еще меньше, то есть в России есть там полтора-два десятка успешных IT-компаний, которые создают качественные IT-продукты мирового уровня и их экспортируют несмотря ни на что. Но это как бы для российской IT-индустрии то, чтобы много. Еще есть история про создание глобальных цифровых платформ и экосистем, здесь у нас совсем плоховато. Если в предыдущем сценарии нужны продуктовые компетенции, то здесь требуется еще и коммерческие компетенции. А вот для создания глобальных цифровых платформ требуется еще компетенции работы с аудиторией, и здесь у нас вообще прям не пусто. Вот. Если мы хотим все же победить, нам нужны продуктовые гиганты, нам нужны большие компании в уровне Google, Amazon, Facebook и так далее с глобальным присутствием. Это наш сценарий выживания. Если мы будем заниматься импортозамещением, мы умрем как Яндекс, потому что Яндекс не пошел на глобальный рынок. Его сейчас задалбывают глобальные гиганты и задалбают, то есть наш рынок будет более неоткрыт. И давайте историю с Яндексом рассмотрим вот так. Вот смотрите, Яндекс зарабатывает 8,8 миллиардов долларов в 23-м году такие данные. Google зарабатывает 307 миллиардов долларов. Понимаете, разницу? Разница колоссальная, при том, что Яндекс технологически эквивалент Google. Они могут то же самое, они могут то же самое, но зарабатывают в десятки раз меньше. И мы, Россия, мы можем то же самое, но зарабатываем в десятки раз меньше, чем человек. Я сейчас историю с Яндексом объясню. Значит, были два прекрасных парня, Могула Шевсеговович, которые учились в фитмасс-школе в Алмате. Физмасс-школа это очень правильный формат воспроизводства критически важной компетенции, который тоже у нас последний пенсионный, не то чтобы благоугарит. Итак, они учились, я думаю, что они мечтали пойти учиться в институт, а потом работать программистами в Америке. Но что-то не пошло не так, у них там бизнес, перестройка и все такое, и они как бы создали компанию, торговали техникой, а потом один из них очень любил программировать, никак не мог отвязаться за этой привычки и сделал компанию Яндекс. Яндекс, думаю, что превысил их самое смелое ожидание раз в тысячу. Вот что они мечтали, тот масштаб, на который они хотели выйти, в тысячу раз был превыше. Но превысить в тысячу в сто раз, в сто тысяч раз, они просто не могли всего. Не рождаются такие амбиции на советские кухни, не рождаются, понимаете? Нам надо научиться мыслить по-другому. Этот пример у нас был, это компания Телеграмм, человек следующего покорения, он сделал, сделал глобальную цифровую платформу. Проблема в том, что эта платформа не наша и человек не наш. Понимаете? Вот есть три главные задачи в плане формирования ликвидации, цифровых и цифровых, может, не так важно, на пути глобальному лидеру. Первый, это профессионализм. Мы четко должны понять, что это такое. У нас нет понимания, что есть профессионализм, что есть профессионализм в IT. Например, у нас в компании есть четкая система грейдов. Мы понимаем, какой профессионал нужен, какие уровни профессиональные есть и как в этом направлении учить. В индустрии такого нет. Второе, это уровень амбиции не масштабов. Это история с Яндексом. Мы должны преодолеть маргинальность. Нашим всем социумам эту советскую травму в маргинальности надо вытравить из себя и стать другими. И третье, это лояльность. У нас не формируется лояльность вообще в обществе. Низкая лояльность. Программисты прыгают от компании в компании регулярно. А потом прыгают за рубеж. Не от корнеев этих людей. Понимаете? Ну и все. Мы можем выращивать их бесконечно. Они будут уезжать. А как сделать так, чтобы они не уезжали? Как сделать так, чтобы к нам приезжать? Это важный вопрос. И как бы я вам такой вопрос подвесил. Ипотеку. Да, да. Еще другие варианты. Можно цепью батареи прикрутить. Смотрите. Технологический суверенитет он невозможен без суверенитета мировоззренческого. Понимаете? Будет мировоззренческий суверенитет и все будет. Мы будем понимать какие задачи решать, как решать и зачем нам это нужно. Так вот. Как бы я создал частный IT-вуз и моя задача готовить будущих лидеров IT-индустрии. Лидеров коммерческих, лидеров технологических, лидеров команд и так далее. И к нам поступают студенты со всей страны, очень талантливые, мотивированные ребята из столичных городов. Вот из Новосибирска пока никого не было, но вся страна представлена. 71% в этом году и наоборот студентов. И мы совершенно четко понимаем, какие люди нужны и как их готовить. Вот я бы затянул немножко еще свое выступление и показал, как выглядит понимание квалификации. Вот в индустрии есть система грейдеров. У нас, например, в IT-индустрии есть джиньор, это люди, которые начинают свою работу, есть инженер или промо еще говорили, это люди, которые уверенно работают, полноценные специалисты. Есть джиньор, это ведущие специалисты, лидеры команд и так далее. Вот как бы давайте по грейдерам пробежимся. Джейнер это человек, который он получил какое-то образование, он знает, умеет, он не работал только в индустриальной среде, он не делал продукт, то, что идет клиент. Формула «знаю, не умею, но хочу». И он идет в команду, он работает, если его продукт, то, что он делает, является продуктом, то, что можно продать, он получает грейд, джейдер, он умеет делать простые задачи по инструкции. Второй джиньорский грейдер, это человек, который берет сложные задачи и делает, иногда даже немножко думает, что он уже такой крутой, что, но ему нужно наставить. И, значит, настоящий инженер, это человек, который берет сложные задачи, самостоятельно их делает, он может их делать разными способами, он может изобретать новый способ решения задач. Это крепкий профессионал, который все может. Есть брок второго уровня, инженер второго уровня, это человек, который понимает, какие задачи нужно решать, а какие задачи решать не нужно. Сильер может делать систему большую, он видит картину в целом, он может видеть команду Сильер второго уровня, он понимает, как создается результат в бизнесе Почему все это будет нужно людям, почему за это будут платить деньги И естественно, каждый уровень квалификации каскадируется по знанию стекотехнологий, базы, личностным компетенциям, образованности и так далее Так вот, если система образования будет исходить из такого детального, четкого понимания, какие компетенции нужны Будет понятно, как их формировать и будет наполнено с индустрией профессионалами, будут технологии и все такое На самом деле, модель профессионал состоит из четырех уровней Первый – это стек технологий И наша система образования свалилась в то, что вузы дают стек технологий Они их знакомят со стеками технологий, с языками программирования и все такое Это уровень ПТУ, к сожалению ПТУ Это люди, которые могут обслуживать скорее какие-то системы, чем разрабатывать новые Чтобы разрабатывать новое, нужна база, нужна алгоритмическая подготовка, математическая подготовка, технологическая Это сейчас вымывается колоссально Но самое главное – высшее образование должно формировать культуру продуктов Вот про форксвагер я вам говорил, да? Этого нет вообще, этой повестки нет вообще Но есть еще история про личную культуру Тут об этом прям разговор даже и не стоит обычно Вот мы об этом думаем Еще один важный момент, тоже я бы вам хотел сказать Это, значит, компетенции, которые нужны на лидерских позициях Обычно, значит, вот тут есть четыре типа компетенций Дискавери-геривая и стратеги-пипл Вуз обычно учит дискавери-геривая Подни что-нибудь исследует Или подни что-нибудь сделает И вуз выпускает жюниоров К сожалению, жюниоры, которые сейчас выходят из системы образования Они такие, как бы, вот, не все знают, не все могут сделать И, как бы, ну, жить потом туда учат На уровне middle или инженерском Вроде должны появляться тонким слоем стратеги-пипл И в высшем образовании Хотя бы на уровне, чтобы это существовало, должно такое быть На сеньорском уровне стратеги-пипл составляет уже половину На уровне, как бы, директора направления это две трети А на уровне директорском Пипл это половина Человек должен уметь разбираться в людях Он должен уметь работать с людьми К сожалению, вузе с этим плоховато То есть, да, говорят soft skills, soft skills Но говорят, говорят, сколько не говори сахар, слаще не станет Реально людей, выпускников вузов, у которых действуют такие компетенции Нет, я не видел, понимаете Ну, может быть, за исключением своего У меня сейчас самый старший курс, это третий И, как бы, там хорошо Еще один момент расскажу, давайте Представляете, человек выпускается из вузов Человек выпускается из вузов, он программист, он молодец Он тренировался, ему там нравится какая-то тема, например Языки программирования, хочет разрабатывать компиляторы И только одна компания в стране Их разрабатывает на хорошем мировом уровне Он мечтает туда попасть Вопрос, возьмут его или нет В эту компанию Я обычно со студентами в эту игру играю Давайте подумаем, а что в голове этого парня, который сейчас принимает решение Взять вас или не взять Свой великий проект Ребята многое что называют Раньше называли диплом Сейчас про диплом не говорят Говорят про знания, 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 умения, навыки Но, на самом деле, вот такая картина Человеческое качество решает Человеческое качество, личная культура Вот это все решает И мы над этим, к сожалению, не работаем Американцы работают У них там плохой тренд То есть они когда-то понимали, что Человеческое качество, этика Ключевой момент для того, чтобы взять или не взять профессионала Сейчас у них другой тренд У них этика поехала вниз А квалификация вверх Но нам-то не нужно за ними следовать Но еще есть такая вещь, как Самая важная компетенция Если мы хотим действительно больших лидеров делать Больших проектов Вот что надо формировать Масштаб Высокий уровень мотивации Выдерживать стресс Работать со смыслами интуиции и рационально Разбираться в людях Уметь с разными типами людей работать Уметь работать в будущем Это то, что должно случиться в высшем образовании Если это случится, у нас лидеры будут И проекты будут И вполне возможно у нас будут проекты В масштабах Google, Facebook, Amazon И так далее Но это длинная компетенция Это длинная траекторика Горизонты 10, 15, 20, 30 лет Может быть Вот если сегодня мы это все бассейн Это растет Спасибо, Евгений Придется Придется На самом деле Мне очень понравилось все это в начале Для того, чтобы немножко вернуться в нашу тему Парковую и технопарков Модель-то одинаковая по прослям То есть и компетенции такие Вы все правильно говорите Мне кажется Применить можно в любую отпуск На сегодняшний момент То есть Вы так опрессовали Проблему кадровую Проблему чему нужно учить Но мне очень понравился Ваш стратегический подход Развитие индустрии Где вы указали как раз Про глобально ориентированные сервисы в бизнесе Про импортозамещение Про цифры на федеральном уровне А самое главное Это глобально ориентированные продукты в бизнес Для меня это такой глобный номер один О чем мы говорим не только в России Мы говорим о том, что мы должны в голове Расширить свои кризоны Вернее, даже убрать, наверное, границы Которых на сегодняшний момент В принципе существует С точки зрения продуктов Нужно мыслить просто по-другому Но Давайте правильно судить о том Что любой продукт или услуга Будь то в IT-сфере Любой обрабатывающей отрасли Не появляется измена к труда И за этим стоят изыскания людей Работа людей С теми компетенциями О которых вы говорите Вопрос Вопрос Вопрос